Давайте вспомним материал первого курса. Первый курс, первый семестр. Есть последовательность чисел. А1 и так далее, АН и так далее. И эта последовательность ограничена. То есть модуль АН меньше равняется С, Н равняется 1, 2 и так далее. На первом курсе доказывалось, что ограниченная последовательность вещественных чисел, это первый курс, обладает замечательным свойством. Каким свойством обладает последовательность? Из каждой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Это свойство на самом деле называется компактностью последовательности. Сейчас мы дадим определение компактности. Это свойство на самом деле называется компактностью последовательности. Итак, в пространстве R1 компактность и ограниченность – это одно и то же. Компактность и ограниченность – это одно и то же. Но вы помните, что если мы возьмем конечномерное эвклидовое пространство, то в этом пространстве сходимость последовательности векторов эквивалентна сходимости к последовательности вещественных чисел. Поэтому легко доказать, что в этом пространстве ограниченность и компактность – одно и то же. Теперь определение компактности. Последовательность YN элементов нормированного пространства N, N равняется 1, 2 и так далее, называется компактной. Если из любой ее подпоследовательности можно выделить сходящиеся. Из любой ее подпоследовательности можно выделить сходящиеся. Сразу из определения следует, что компактная последовательность является ограниченной. Почему? Потому что если бы эта последовательность была бы неограниченной, то существовала бы подпоследовательность YNKT, такая, что норма YNKT больше равняется K, K равняется 1, 2 и так далее. А вы помните, что на прошлой лекции мы с вами предлагалось доказать дома, что если последовательность сходится, то она ограничена. Итак, пример. Если вдруг последовательность неограничена, то, конечно, она некомпактна. Оказывается, что из ограниченности следует компактность, то есть любая ограниченная последовательность является компактностью, это критерий конечномерности пространства. Значит, вот это утверждение означает, что пространство конечномерное. Любая ограниченная последовательность является компактной. А вот в бесконечно мерных пространствах, а мы уже знаем два таких пространства, это пространство САБ и пространство ХАБ, кстати, состоит из одних и тех же элементов, эти пространства, а сходимость там разная, это пространство бесконечно мерное. И вот сейчас мы немножко вспомним теорию Рядау-Фурье. Итак, если я возьму пространство ХАБ, бесконечно мерное эвклидово пространство, то в этом пространстве существует ортонормированная последовательность элементов, Е1 и так далее, ЕН и так далее. Значит, что такое ортонормированная последовательность? Это означает, что скалярное произведение ЕИ на ЕЖ равняется символу Кронекера, дельта и Ж. Символ Кронекера — это единичка при И равном Ж и ноль при И не равном Ж. В качестве примера такой последовательности, этот пример нам потребуется, давайте вспомним теорию Рядау-Фурье, которая излагалась в прошлом семестре. Когда вы занимались Рядами-Фурье, то вы рассматривали на самом деле не одну, а три тригонометрических системы. Одна система состояла из косинусов и синусов, вторая система только из синусов, третья система только из косинусов, ну и единичка тоже там была, естественно. Ну вот я напоминаю вам, что в пространстве H0P мы вырассматривали систему из синусов. Это синус НС. Как их обозначить? Давайте обозначим. Фи-Н равняется синус НС, Н равняется 1, 2 и так далее. Эта система является ортогональной, то есть скалярное произведение, или интеграл от нуля до Пи, синус ИС на синус ЖС на ДС равняется нулю при И не равном Ж. Это ортогональная система. Чтобы сделать ее ортонармированной, надо систему пронармировать. Ну, норма Фи-Н в квадрате, это интеграл от нуля до Пи, синус квадрат НС на ДС. Чему равен этот интеграл? Вычисление этой интеграла, это устная задача. Чему равен этот интеграл? Ну, интеграл считается очень просто. Переходите к удвоенным аргументам. Это единица, ну, точнее, сразу поделю. 1, 2 минус косинус 2 НС пополам. Для косинуса 2 НС интерван 0 Пи, это что такое? Это полный период. Поэтому интеграл от косинуса исчезает. Остается интеграл от 1, 2, то есть вот этот интеграл равняется Пи пополам. Итак, квадрат нормы Фи-Н, это Пи пополам. Поэтому, чтобы сделать систему ортонармированной, я здесь должен поделить на корень с 2 поделить на Пи. Вот эта система, это ортонармированная система, она и ортогональна, и нормирована. Вместе это ортонармированная система, по которой можно раскрадывать ряд Фурье. Она, кстати, и полная, и замкнутая, о чем мы поговорим чуточку позже. Ну, а поскольку у нас пространство не H0Пи, а HАБ, то для этого пространства та же система имеет следующий вид, который нам пригодится и в будущем. Значит, Е-Н от С, корень из 2 поделить на В минус А, синус Пи-Н, Пи-Н на С минус А поделить на В минус А. Н равняется 1, 2 и так далее. Ну, кстати, полезно понимать, что такое теория рядов Фурье в пространствах со скалярным произведением. Это то же самое, что вы в линейной алгебре учили разложение по базису. Но только в линейной алгебре вы раскладывали по базисам, там конечные суммы, а в бесконечно-мерном пространстве там будут бесконечные суммы. Вот и все. Это разложение в ряд Фурье, это разложение по базису. Так, теперь давайте покажем. Вот эта последовательность нормы всех Е-Н равняется единичке. Поэтому эта последовательность ограниченная. Ну и давайте покажем, что из нее нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность. Показывается это очень просто. Возьмем норму Е-И минус Е-Ж в квадрате. И любые числа натуральные, только неравные друг другу. Значит, это есть скалярный квадрат. Я напоминаю, что скалярное произведение – это билинейная функция своих аргументов. Поэтому раскрытие скобок проводится по тем же правилам, по которым школьники пятого класса раскрывают скобки. Поэтому чему равняется… Давайте раскроем скобки здесь. Чему равняется это выражение? Ну, понятно, что это скалярный квадрат Е-И на Е-И минус удвоенное произведение Е-И на Е-Ж плюс скалярный квадрат Е-И на Е-Ж. Теперь скалярный квадрат Е-И – это единичка, скалярный квадрат Е-Ж – это тоже единичка, а вот это скалярное произведение равняется нулю. Поэтому это выражение равняется двойке. Ну, а тем самым норма Е-И минус Е-Ж равняется корне с двух при для любых Е-Ж от единички до бесконечности и не равняется Ж. Ну, и почему из этой последовательности нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность? Нарушается какое условие? Сходящаяся подпоследовательность является какой? Фундаментальной. А что такое фундаментальность? Помните, расстояние между членами последовательности, когда вы увеличиваете номера и Е-Ж, должно стремиться к чему? К нулю. А здесь расстояние для как угодно больших и Е-Ж остается равным корню из двух и к нулю не стремится. Поэтому никакая подпоследовательность этой последовательности не сходится, потому что, еще раз повторяю, нет фундаментальных подпоследовательностей. Расстояние не стремится к нулю, остается постоянным равным корню из двух. Значит, это пример ограниченной, но некомпактной последовательности. Это ограниченная, но некомпактная последовательность. Кстати, эта последовательность ограничена и некомпактна. Легко привести пример последовательности ограниченной и некомпактной в САВ. Если вы возьмете последовательность синусов, помните, я писал, синус А нас равняется корень из 2 поделить на В минус А, ну а здесь синус, только что я отписал, то норма в С каждого элемента этой последовательности функциональной равняется вот чему. Максимум модуля синуса — это единичка, тем самым эта последовательность ограничена и в С. Если бы она была компактна в С, то из нее можно было бы выделить подпоследовательность, сходящаяся в С. Ну и сходимости в С следует сходимость в АШБ. А мы только что доказали, что таких подпоследовательностей нет. Из равномерной сходимости следует сходимость в среднем. Поэтому если бы из этой последовательности можно было бы выделить сходящуюся подпоследовательность в С, то она сходилась бы и в АШБ. А это мы доказали, что это невозможно. Так, теперь мы вводим следующее понятие, которое является важнейшим понятием в курсе. Это понятие вполне непрерывного оператора. Ну, пока я буду стирать. Я могу сказать, что скажем, ваши коллеги, студенты факультета ВМК, всю теорию интегральных уравнений изучают за одну лекцию. Потому что они изучают на самом деле теорию операторных уравнений вполне непрерывным оператором. Но мы все-таки, следуя традиции, будем изучать теорию интегральных уравнений, но опираясь на теорию вполне непрерывных операторов. Другие подходы, они очень громоздкие, а здесь вы увидите, как можно очень изящно получать сильные и красивые результаты, используя на самом деле очень нетрудоемкую технику. Но для этого нужно ввести понятие вполне непрерывного оператора. Линейный оператор, а действующий из одного нормированного пространства в другое, это нормированное пространство, называется вполне непрерывным, если для любой ограниченной последовательности ун элементов n1, n равняется 1, 2 и так далее, последовательность zn равная ayn, это уже последовательность элементов n2, является компактной. Вполне непрерывный оператор, любую ограниченную последовательность из n1 преобразует в компактную последовательность элементов n2. Прежде всего доказывается очень простая теорема, утверждающая, что слово «вполне» не портит непрерывность. То есть «вполне» непрерывный оператор является непрерывным. Теорема «вполне» непрерывный оператор является непрерывным. Ну, вы помните, что для линейных операторов, а мы занимаемся только линейными операторами, непрерывность эквивалентна чему? Чему эквивалентна непрерывность? Ограниченность. Совершенно правильно. Значит, надо для того, чтобы доказать, что «вполне» непрерывный оператор является непрерывным, это все равно, что доказать, что «вполне» непрерывный оператор является ограниченным. Доказательства проводятся от противного. Предположим, что это не так. Тогда существует последовательность yn из n1, n равняется 1, 2 и так далее. Норма yn равняется единичке, а норма ayn больше равняется n. Значит, помните, что такое ограниченность? На поверхности единичной сферы у нас точная верхняя ограниченность значений, а y по норме ограничена. Ну, а если не ограничена, то есть вот такая последовательность, которая обладает вот таким свойством. Это доказательство от противного. Но последовательность yn ограничена, а последовательность zn равная ayn из n2 не ограничена. И из нее нельзя выбрать сходящуюся подпоследовательность. А значит, она некомпактна. Неограниченная последовательность, некомпактна. И мы приходим к противоречию с утверждением, что оператор a является вполне непрерывным. Ну, а теперь вспомним немножко первый курс. Линейная алгебра. Мы рассматривали там линейные операторы, действующие в конечномерных пространствах. Ну и возникает вопрос, почему в курсе линейной алгебры не вводилось понятие ни непрерывного оператора, ни вполне непрерывного оператора. А все это было отложено вот сейчас, до второго курса. В линейной алгебре не было ни понятия ни непрерывного линейного оператора, ни вполне непрерывного оператора. Почему? Ну, ответ, конечно, очень простой. Все операторы, которые вы изучали в линейной алгебре, линейные, это операторы, эта матрица задается в каком-то базисе, и дальше вы умножаете матрицу на вектор. Все эти операторы являются и непрерывными, и вполне непрерывными. Поэтому понятия вполне непрерывности в линейной алгебре не вводятся. Ну, почему они вполне непрерывные, понятно. Там любое ограниченное множество, ограниченная последность, любая, она компактна. Вот поэтому, вот, а сейчас мы, у нас появляется новое понятие. И давайте покажем, что не все непрерывные линейные операторы являются вполне непрерывными. Ну, для этого рассматривается очень простой пример. Пусть у нас пространство N1 равняется N2, равняется HAB. И рассмотрим оператор, который любой элемент из HAB переводит в себя. Такой оператор называется единичным. Ну, кстати, буква I — это первая буква от английского слова, которую вы все должны знать, как называется единичный оператор в английском языке. Первая буква, какого слова? Английский знать очень полезно. Вы будете ездить на международные конференции, делать доклады и так далее, и так далее, поэтому очень рекомендую послушать лекции Петра Викторовича Голубцова на английском языке. Заодно повторите материал. Это слово identity. Это единичный оператор в английском identity. Так вот, норма этого оператора чему равняется? Единица, естественно. Супремум норма Y. По всем Y, в которых норма единица, это, конечно, единица. Но этот оператор, его норма единица, значит, он ограниченный, а не является вполне непрерывным. Почему? Потому что если я беру ортонормированную систему, то единичный оператор, она ограничена, единичный оператор переводит ее в себя, а она некомпактна. То есть это очень простой пример непрерывного оператора, который не является вполне непрерывным. По норме, норма ЕН единица, а вот эта последовательность ЕН, помните, она некомпактна. Так, а теперь мы переходим к доказательству. Пора узнавать и новое, пока вы, в общем-то, ничего не знакомого по сравнению с предыдущим семестром и первым курсом не узнали. Ну, а теперь мы переходим к доказательству одной из самых важных теорем курса. Теорема, которая, конечно, имеет отношение к интегральному оператору Фридгольма. Я все стираю, мы переходим к доказательству этой одной из самых важных теорем курса. Ну, пока я буду стирать, я хотел бы спросить, мои рекомендации читать лекции до лекции выполняются или нет? Очень рекомендую все-таки читать лекции до того, как вы приходите на лекцию. И тогда можно будет просто послушать и выяснить детали доказательства теорем. Ну, а теорема, следующая теорема. Пусть оператор А действует из АШБ, в АШБ. Оператор А – это интегральный оператор Фридгольма. Тогда А – вполне непрерывный оператор. Оператор Фридгольма, действующий вот в таких пространствах, является вполне непрерывным оператором. Именно поэтому студентов квалиета ВМК все результаты для интегральных операторов получают, изучив предварительно теорию вполне непрерывных операторов. Теорема сложная, и доказывать мы ее будем медленно, для того, чтобы все было понятно. Итак, что мы хотим доказать? Вначале я докажу это же утверждение, это же утверждение при условии, что оператор действует из АШБ в САБ. То есть, здесь мы будем рассматривать норму пространства САБ. Ну и мы должны для доказательства должны взять последовательность YN из АШБ N равняется 1, 2 и так далее. Далее, последовательность ограничена, норма YN меньше равняется M большое, норма YN меньше равняется N большое. подействовать оператором А, тогда мы получим последовательность ZN равная А на YN. То есть, это интеграл от А до В, К от XS, YN от S на DS. Вот оператор Фридгольма, те, кто вдруг забыл, что это такое, могут еще раз увидеть выражение для этого оператора. Значит, итак, мы берем любую ограниченную ваша B последовательность функций. Ограниченность означает, что существует константа M такая, что норма YN меньше равняется M, N равняется 1,2 и так далее. Ну, кстати, норма YN здесь, это интеграл от А до В, YN в квадрате от S на DS, корень квадратный меньше равняется M. Ну, на всякий случай напишу. Как же доказать, я даже здесь аргумент напишу, ZN от X, как же доказать, что вот эта последовательность компактна? Ну, доказательство будет состоять в проверке условий теоремы Арцела. Это теорема, которая изучалась в прошлом семействе. Теорема утверждает следующее. Если последовательность непрерывных на отрезке АВ функций, отрезок замкнутый, АВ функций ZN от X является равномерно ограниченной и равностепенно непрерывной, то из нее можно выделить равномерно сходящуюся подпоследовательность. равномерно сходящаяся подпоследовательность непрерывных функций, как доказалось в прошлом семестре, равномерно сходится к чему? К непрерывной функции, совершенно правильно, к непрерывной функции. То есть есть непрерывная функция, которая сходит вот эта равномерно сходящаяся подпоследовательность. Что такое равномерная ограниченность и равностепенная непрерывность? Ну, равномерная ограниченность это совсем просто. То есть есть константа С такая, что модуль ZN от X меньше равняется С для всех X на отрезке AB и для всех N равных 1,2 и так далее. Вот эта константа С не зависит ни от X ни от N. Это называется равномерной ограниченностью. В нашей терминологии это означает, ну, я могу взять максимум по X, максимум по X, максимум для непрерывной функции достигается, это непрерывная функция, модуль ZN от X, это означает, что норма ZN в пространстве CAB меньше равняется некоторой константе. То есть равномерная ограниченность это ограниченность по норме пространства CAB. Вот эта константа не зависит от N. Более сложное понятие не всегда воспринима воспринимается и так как это доказывается первое казалось равномерной ограниченности значит обозначим k0 это максимум модуля k от xs xs принадлежат отрезку обе ну вы помните что мы изучаем теорию оператора фридгольба при условии что ядро непрерывно по совокупности аргументов только при этом условии поэтому на квадрате замкнутом а b умножить на ab в котором меняется переменный xs по теореме верш трасса непрерывная функция достигает своего максимального значения на замкнутом ограничено множестве от описанным вот таким образом ну тем самым к 0 это меньше плюс бесконечности и далее мы хотим мы хотим доказать равномерную ограниченность zt на т.к. модуль zt на т.к. это есть модуль интеграла от а до b к от xs yt на т.к. на ds далее мы используем прием который я уже объяснял вот этот интеграл мы рассматриваем как скалярное произведение ядра при фиксированном при любом фиксированном x по s и функции y на т.к. применяем неравенство к ошибке ляковского значит это меньше равняется корня квадратного из интеграла от а до b к квадрата от xs по ds умножить на корень квадратный из интеграла от а до b yn в квадрате от s на ds ну это неравенство кашу баняковского давайте я напомню если мне есть две функции y1 и y2 то модуль это меньше равняется норма y1 на норму y2 так теперь оцениваем эти интегралы значит здесь к квадрат под интегралом это меньше равняется чему к 0 в квадрате к 0 в квадрате корень извлекаем получаем здесь к 0 на корень из b минуса а вот этот интеграл по условия меньше равняется и ну а теперь вот эта константа не зависит от чего не от x не от n это называется равномерной ограниченность константа не зависит не от x и так равномерная ограниченность доказано переходим ну я могу теперь убрав промежуточные вычисления просто написать что норма н меньше равняется к 0 на корень из b минуса в м здесь норма c а бы убрав промежуточное вычисление и взял максимум по x на отрезке а б от выражения слева я получаю вот это выражение теперь следующее что я должен доказать это равностепенную непрерывность последовательности ztn от x что такое равностепенная непрерывность равностепенная непрерывность все функции все функции ztn от x они непрерывны потому что ядро интегрального оператора фридгольма это непрерывная функция по аргументу x чем отличается непрерывность от равномерной непрерывности и от равностепенной непрерывности что такое равномерная непрерывность помните значит для любого эпсилон больше нуля найдется такое дельта больше нуля что для любых x 1 x 2 меньше равных дельта у нас будет модуль ztn я пока функцию y от x напишу равен у от x 1 минус у от x 2 меньше равняется эпсилон x принадлежит отрезку а b объясняю разницу между непрерывностью и равномерной непрерывности если бы мы рассматриваем непрерывность точки x 2 то вот это дельта она от чего зависит от точки которой мы доказываем непрерывность а вот что такое равномерная непрерывность мы берем любые точки на отрезке а b x 1 x 2 и дельта вот это не зависит от x 1 x 2 теперь что такое равностепенная непрерывность если у нас есть множество функций теперь зря и крик написал но не важно если у нас есть множество функций множество функций то равномерная непрерывность каждой из функций это дельта бы зависела от n а вот если дельта не зависит и от n это называется равностепенной непрерывности вот это дельта дельта не зависит от n то есть для всех n сразу выполняется вот такое условие ну я хочу напомнить вам это доказывалось на первом курсе если функция непрерывно на зам тотом отрезке назром тотом отрезке то она на этом отрезке является равномерно непрерывной равномерная непрерывность на зам этом отрезке влечет за собой это следствие просто непрерывности вот после такого предварительного введения на самом деле что такое равностепенная непрерывно часто забывается поэтому я вынужден повторить что это такое мы перейдем к доказательству того что последовательность zt на tx равностепенно непрерывно я беру произвольные точки x1 x2 на отрезке а b ну и беру модуль разности zt от x1 минус zt от x2 помните для любого епсилон я если я найду дельта которая не зависит от n такое что как только расстояние между этими этими точками будет меньше равняться дельта вот это расстояние станет меньше равным эпсилон как это делается это делается очень просто здесь берется модуль интеграла от а до b к от x1 с минус к от x2 с на ym от с на ds модуль разности слева это модуль вот такой разности теперь применяем опять неравенство каши баняковского используя уже известную вам методику значит это меньше равняется интеграл от а до b к от x1 с минус к от x2 с квадрате на ds здесь корень квадратный здесь корень квадратный ну это меньше умножить на интеграл от а до b крикрик н квадрате от с на ds и корень квадратный ну последний интеграл вот этот по условию меньше равняется м ну а теперь вспоминаем первый курс и утверждение которое я уже формулировал что из непрерывности функции двух переменных по совокупности x и s на квадрате ab умножить на ab следует равномерная непрерывность функция к от x с функция к от x с по переменным x и s на своей области определения это замкнутое ограниченное множество является непрерывной а следовательно равномерно непрерывной поэтому для любого эпсилон больше нуля найдется такое дельта больше нуля что для всех x1 x2 таких что модуль x1 x2 меньше равняется дельта выражение сейчас я запишу повыше повыше вот здесь оно будет записано модуль к от x1 с минус к от x2 с меньше равняется но конечно надо писать не эпсилон а так что потом все сократилось поэтому здесь будет написано эпсилон поделить на m на корень из b минус а и так это следствие равномерной непрерывности на квадрате на квадрате а b умножить на а b непрерывной функции ядра к от xs ну а тогда для того же эпсилон больше нуля найдется дельта больше нуля что вот эта разность меньше равняется как раз эпсилон ну потому что вот это выражение меньше равняется m а интеграл мажорируется вот константы которая написана справа еще раз повторяю дельта вот здесь не зависит ни от x1 ни от x2 ни от n это и называется равностепенной непрерывностью так давайте сделаем перерыв на пять минут после перерыва обсудим еще раз полученный результат если вы обратили внимание то на самом деле вот здесь я мог бы еще написать с1 с2 модуль с1 минус с2 меньше равняется дельта вот это как раз равномерная непрерывность функции двух переменных но вторые аргументы у нас совпадают поэтому я не писал вот этого неравенства вот это неравенство так ну вот после доказательства равномерной ограниченности и равностепенной непрерывности последовательности z n от x вспомним еще раз теорему Арцела последовательность равномерно ограниченная и равностепенно непрерывная а следовательно по доказанному в прошлом семестре из нее можно выделить равномерно сходящийся подпоследовательность, которая сходится с какой-то функцией Z со звездой. То есть есть подпоследовательность ZNK, то норма в CAB стремится к нулю при NK, стремящемся в плюс бесконечности. Итак, оператор А, интегральный оператор Фридтгольба, является вполне непрерывным при действии из HAB в CAB. А доказать нам надо, посмотрите, пожалуйста, формулировку теоремы, что оператор А вполне непрерывный при действии из HAB в HAB. Но на самом деле мы уже все доказали. Почему? Потому что из равномерной сходимости последовательности непрерывной функции ZNK к непрерывной функции Z со звездой следует сходимость в среднем. Поэтому последовательность ZNK сходится Z со звездой и в HAB. Из равномерной сходимости следует сходимость в среднем. Поэтому та же подпоследовательность сходится к той же функции и в HAB. Ну а тем самым теорема полностью доказана. Далее нам потребуется два, в общем-то, известных вам определения. И на этом мы этот параграф закончим. Значит, определение следующее. Пусть А линейный оператор действующий в эфридовом пространстве Е. Линейный, пускай будет ограниченный оператор. Линейный ограниченный оператор действующий в эфридовом пространстве Е. Оператор А со звездой действующий в тех же пространствах называется сопряженным к оператору А сопряженным к оператору А, если для любых Y1, Y2 из Е скалярное произведение АY1, Y2 равняется скалярному произведению Y1 на А со звездой на Y2. Это известное вам определение сопряженного оператора. Вспомним первый курс. Е равняется РН оператор А задается матрицей, тогда сопряженный оператор задается какой матрицей? Какой? Транспонированный. Ну не обратный, конечно. Ну что вы. Кто-то сказал слово обратный. Транспонированный, совершенно верно. Это оператор А со звездой имеет транспонированную матрицу. Значит, вам предлагается доказать самим, что А это линейный оператор. И для ускорения дела я опускаю доказательства того, что норма А равняется норма А со звездой. Значит, это доказательства есть в тексте лекции, пожалуйста, прочитайте сами. Далее. Если А равняется А со звездой, то оператор А называется симметрическим или самосопряженным. Мы будем использовать слово самосопряженным. Вспомним первый курс. Когда оператор, который задается матрицей, является самосопряженным, матрица какая? Симметрическая, конечно. То есть матрица такая, что ее элементы А и Ж равняются АЖИ для любых ИЖ от единички до Н. Ну, нас интересуют операторы интегральные, поэтому сейчас мы получим соответствующие результаты для оператора Фридгольма. Итак, теперь у нас Е это не РН, АЕ у нас АФБ, ну и АУ1 скалярно умножить на У2 это интеграл от А до В, интеграл от А до В, как с ХС, У1 от С на ДС, У2 от Х на ДС. Значит, вот скалярное произведение АУ1 скалярно умножить на У2. Теперь мы меняем местами, я хочу напомнить, что все интегралы у нас собственные, все функции непрерывные, поэтому менять местами интегрирование, не надо вспоминать сложные теоремы какие-то, всегда можно поменять местами. Итак, у нас интеграл от А до В, здесь интеграл от А до В, К от ХС, У2 от Х на ДС, а здесь будет у нас стоять У1 от С на ДС. Ну, я, помните, скалярное произведение симметрично, ну, хотите, У1 от С поставлю на первое место. Значит, это что такое? Это как раз выражение для А со звездой на У2. Итак, сопряженный оператор к интегральному оператору это тоже интегральный оператор, кстати, с тем же ядром, но интегрирование ведется по какому аргументу? В интегральном операторе интегрирование ведется по второму аргументу, видите, здесь С, а здесь интегрирование ведется по первому аргументу. Поэтому если мы хотим писать интегрирование по первому аргументу то здесь я должен написать к со звездой sx чтобы интегрирование вести по второму аргументу это к от xs еще раз повторяю оператор сопряженный к оператору фридгольма это тоже интегральный оператор но только интегрирование с тем же ядром ведется не по второму аргументу а по первому аргументу вот это результат мы и написали далее следующее утверждение понятно что если к от xs равняется к от с x для всех xs на отрезке а b а такое ядро называется симметрическим это симметрическое ядро то интегральный оператор является каким самосопряженным мы будем использовать слово самосопряженный хотя это же немножко нет неточности есть но неважно мы будем использовать слово самосопряженный так в этом случае это в этом случае а равняется а со звездой а вам предлагается дома доказать что если ядро не симметрическое ядро непрерывная непрерывность очень важно и несимметрическое то интегральный оператор не является самосопряженным значит еще раз повторяю что если ядро несимметрическое то оператор а не является самосопряженным так но теперь мы переходим следующему параграфу параграф 4 который называется существование собственного значения существования собственного значения вполне непрерывного самосопряженного оператора ну а теперь мы знаем все что такое вполне непрерывный оператор что такое самосопряженный а действовать этот оператор будет в пространстве а шаб и так требования к оператору а первое а действует в ивклидовом пространстве а шаб и 2 а равняется а со звездой то есть это самосопряженный оператор 3 а а вполне непрерывный оператор ну и что мы хотим доказать в этом параграфе мы хотим доказать что что существует собственное значение у вот такого оператора то есть существует нетривиальное решение вот такого уравнения лямбда собственное значение и причем это собственное значение собственное значение по модулю в точности равняется норме оператора а собственное значение это по модулю в точности равняется норме оператора а доказательство будет длинным но не очень утомительным значит мы докажем в начале некоторый набор лямб из которых моментально будет следовать это теорема но понятно что на экзамене этот вопрос вызывает некоторое затруднение поэтому я тоже буду доказывать не спеша с тем чтобы все было понятно особенно понятно тем кто заранее прочитал доказательства этой теоремы и так лемма 1 формулируется она очень долго пусть а равняется а со звездой то есть а самосопряженный оператор вполне непрерывность в этой лемме не используется е произвольный элемент такой что норма е равняется единичка тогда норма а е меньше меньше равняется нормы а квадрат е причем норма е равняется норме а квадрат е тогда и только тогда когда е е собственный вектор оператора оператора а в квадрате соответствующий собственному значению лямбда равны норма а е в квадрате итак оператор самосопряженный е е любой нормированный вектор выполняется вот такое неравенство а равенство выполняется тогда и только тогда когда это е собственный вектор а в квадрате для которого собственное значение вот имеет вот такой вид это и будет использоваться дальше доказательство теоремы в одну строчку а формулировка немножко затруднительная итак переходим к доказательству доказательство конечно очень простое норма а е прошу прощения квадрата потерял вот здесь это нехорошо норма е в квадрате это что такое это скалярный квадрат а е умножить на а е ну это выражение не отрицательно поэтому дальше модуль я писать не буду теперь я оператор а перебрасываю на левый аргумент но написать я должен а со звездой на а ну а со звездой равняется а поэтому это есть а а ну то есть это а в квадрате итак здесь стоит а в квадрате е е это это скалярное произведение а в квадрате е умножить на е еще раз напоминаю что а в квадрате это оператор я конечно в квадрат ничего не возводится это оператор линейный полученный к любому элементу применяете оператор а линейный потом еще раз применяете оператор а далее теперь применяем к вот этому скалярному произведению неравенство каши ваняковского получаем норма а квадрат е умножить на норму е норма е равняется единички поэтому это в точности норма а квадрат е и так неравенство которое мы должны доказать уже доказано мы переходим теперь к доказательству вот этого второго утверждения леммы для этого нам надо вспомнить первый курс и вспомнить когда неравенство каши ваняковского превращается в равенство ну я напоминаю неравенство каши ваняковского вот когда здесь стоит знак равенства а значит кстати я просил вас наказать дома неравенство каши ваняковского значит неравенство как раз не ортогональность наоборот коллинеарность значит итак неравенство каши ваняковского превращается в равенство тогда и только тогда когда x и y векторы линейно зависимы это означает что либо x равняется лямбда y либо y равняется лямбда x где лямбда некоторое вещественное число неравенство каши ваняковского превращается в равенство тогда и только тогда кстати пожалуйста докажите это же на экзамен выносится лучше простые доказательства делать сейчас чем потом откладывать до последнего дня поэтому итак когда когда вот здесь знак равенства вот скалярное произведение значит вот этот вектор и этот должны быть линейно зависимы а это означает что а квадрат е равняется лямбда е то есть е собственный вектор оператора а в квадрате а квадрат е равняется лямбда е то есть е это собственный вектор оператора а в квадрате ну чтобы найти собственное значение Чему равняется лямбда? Нам, давайте, скалярно домножим это равенство на е. Тогда слева мы получим, ну я домножаю, а квадрат е скалярно умножить на е равняется лямбда е скалярно умножить на е. Вот это скалярный квадрат единичка, а а квадрат е скалярно умножить на е это норма а е квадрате. Это норма а е квадрате. То есть в одну сторону это утверждение мы доказали. Ну в обратную сторону доказательство еще проще. Итак, в одну сторону вы утверждение доказали, лямбда мы нашли. Ну а теперь докажем утверждение в обратную сторону. Для этого мы должны взять, значит, пусть е собственный вектор оператора а в квадрате, ну и лямбда, соответствующая лямбда равная норма а е квадрате. Тогда а квадрат е равняется норма а е квадрате умножить на е. Ну и осталось взять норму левой и правой части. Норма е равняется единичке, и мы получаем вот это равенство. Берем норму элемента слева, это норма а квадрат е, норма элемента справа, поскольку норма е единичка, то получаем норму а е в квадрате. Вот такая вспомогательная лямба, которая будет использоваться дважды дальше при доказательстве других лямб. Теперь мы переходим к доказательству следующей лямбы. Перед этим мы дадим определение. Определение элемент е, норма е равняется единичке, называются максимальным элементом оператора а, ну или максимальным вектором оператора а, если норма а е равняется норме а. Значит, мы напоминаем, что норма а – это супремум по всем у, у которых норма единичка, нормы а и у. Здесь стоит супремум, а не максимум. Так вот, если супремум достигается, то мы здесь можем поставить максимум. И если он достигается на элементе е, то это норма а е. Элемент, на котором достигается точная верхняя грань, значение нормы а е на поверхности единичной сферы. и называется максимальным элементом. Точная верхняя грань не обязана достигаться. А вот для вполне непрерывного оператора все будет хорошо. Ну, более точно для вполне непрерывного, самосопряженного оператора. Итак, переходим к доказательству Леммы-2. Лемма-2. Самосопряженный, вполне непрерывный оператор А обладает максимальным вектором. Доказательство Леммы тоже короткое, но очень непростое. Итак, вот здесь для удобства мы обозначили норму А буквой М большое. Для удобства мы обозначили норму А буквой М большое. По определению нормы существует последовательность YN, N равняется 1, 2 и так далее. Норма YN для всех N равняется 1, такая, что ZN, равная АYN обладает свойством. Норма ZN сходится к норме А, равная M большое. Итак, по определению точной верхней грани значений нормы АY на поверхности единичной сферы на поверхности единичной сферы существует последовательность такая, когда я подействую оператором А, то в пределе для этой последовательности я получаю норму А. Это следует из определения, что такое точная верхняя грань числового множества. Первый курс. Но теперь смотрим на условия теоремы. Есть условия вполне непрерывности. А это означает, что поскольку вот эта последовательность какая ограничена, то вот эта последовательность какая компактная. А это означает, что из этой последовательности можно выделить под последовательность. ZNK, которая сходится, я смотрю, чтобы не путать обозначения, чтобы проще было читать, сходится к элементу Z, ZNK сходится к Z. Ну, а норма Z чему равняется? А норма Z как раз равняется норме A равняется M большое. здесь KB сходится вся последовательность норма ZN, а следовательно сходится и любая подпоследованность норма ZNK. Далее, ну, математики очень не любят писать двойные, тройные и так далее индексы, поэтому далее переобозначим последовательность, выкинув все лишние члены из этой последовательности, будем использовать здесь индекс N, для того, чтобы не писать двойной индекс. Двойной индекс писать очень нехорошо, потому что когда набирается книжка, получаются строки, пробелы и так далее. Поэтому для упрощения дела мы считаем, что ZN сходится к Z. Мы выбросили все лишние элементы. А теперь докажем, что элемент Z с волной равный Z поделить на M является максимальным вектором. Норма Z с волной чему равняется? Как раз единичке. Норма Z с волной равняется единичке, поэтому нужно его пронормировать. Мы далее рассматриваем последовательность ZN с волной равная ZN поделить на M. Ну и получим сейчас два неравенства, из которых все и будет следовать. Первое неравенство норма А ZN с волной равняется норма А ZN поделить на M равняется единица 1 на M норма. Ну а теперь что такое ZN? Это А YN. Поэтому здесь будет стоять норма А2 YN. Потому что ZN это АYN. Ну и специально я не убрал результат Леммы 1, потому что далее мы используем результат Леммы 1. это тем самым больше равняется единица на M норма АYN в квадрате. Это равняется единица на M норма ZN в квадрате. Ну как будто все правильно и как раз очень удобно смотреть на результат Леммы 1. так и так это одно неравенство. Второе неравенство совсем простое. Норма А ZN с волной меньше равняется нормы А на норму ZN с волной. Это равняется норма А на норму ZN поделить на M или это просто норма ZN потому что норма А и M это одно и то же. Итак, получаем теперь следующее неравенство. Норма А ZN с волной меньше равняется нормы ZN и больше равняется единица на M норма ZN в квадрате. Ну а теперь используя принцип двух полицейских делается предельный переход. Я напоминаю, что ZN с волной сходится к Z с волной норма ZN сходится к чему? К M то есть к норме А. Ну и здесь норма ZN тоже сходится к M. Получается, что в пределе это неравенство слева M и справа N мы получаем, что норма A на Z с волной равняется M. Ну а M это норма А. Итак, в этой лемме максимальная сложность это получение вот этого неравенства с использованием неравенства из леммы 1. Еще раз призываю тех, кто хочет получать четверки и пятерки. Все-таки не ленитесь сами один раз проделать все нужные выкладки. И лучше это делать в семестре, чем перед экзаменом. Перед экзаменом будет поздно. А получение оценки 3 всему курсу, ну я не знаю, это, по-моему, не лучший выход. Надо получать четверки и пятерки, а для этого надо заниматься в семестре. Так, итак мы этот результат получили. стираю выражение. Курс на самом деле у нас такой, что не будут громоздких формул, зато должно быть понимание чуточку более высокое, чем понимание курса, скажем, математического анализа или курса линейной алгебры. Так, теперь леоматрии. Если Z максимальный вектор самосопряженного оператора А, то Z собственный вектор оператора А в квадрате, соответствующий собственному значению лямбда равная норма А в квадрате равняется А в квадрате. Итак, если Z максимальный вектор самосопряженного оператора А, то оказывается это собственный вектор оператора А в квадрате. Доказательство здесь совсем простое. Значит, мы пишем М квадрат равняется норма А в квадрате. Равняется норма А Z в квадрате. Ну, пока все ясно, это одно и то же, а это определение максимального вектора. Далее это меньше равняется смотри лему 1, взгляд на левую часть доски, это меньше равняется норма А в квадрат на Z. значит, это меньше равняется нормы А в квадрате на норму Z. Норма Z чему равняется? Единичке. Это максимальный вектор. Значит, итак, это единичка, а норма А в квадрате меньше равняется чего? Нормы А в квадрате. Помните? Если у нас есть суперпозиция векторов, то нормы и норма суперпозиции это меньше равняется произведению нормы. Я даже напишу так, это меньше равняется норма А на норму А равняется норма А в квадрате равняется М квадрат. Итак, здесь М квадрат и здесь М квадрат. Поэтому все знаки меньше равно мы должны заменить на знак какой? Равно. И посмотреть на Лемму 1. Лемму 1 я как раз специально не убирал. и сразу мы получим из Леммы 1 сразу следует утверждение Леммы 3. Замечательно. Мы хорошо движемся. Сейчас мы докажем Лемму 4. Итак, Лемма 3 доказывается ссылкой на Лемму 1 и на Лемму 2. Лемма 4. Если оператор А в квадрате обладает собственным вектором Z соответствующим собственному значению M в квадрате, то оператор А имеет собственный вектор соответствующий собственному значению модуль напишем так, как в книжке M или минус M собственному значению M или минус M может быть и тому и другому. Доказательство очень простое. Итак, Z собственный вектор здесь А квадрат Z равняется M квадрат Z. Z не нулевой вектор. То же самое равенство мы можем записать как А квадрат минус M квадрат на I Z равняется нулю. И это единичный оператор. И это одно и то же. Далее мы не будем заниматься сложными вопросами коммутативности операторов и так далее. Единичный оператор коммутирует с любым оператором. Единичный оператор коммутирует ну коммутировать означает переставляя местами. Вообще говоря, даже из линейной алгерии вы помните, что если у меня есть два оператора, то вообще говоря, от перестановки мест операторов результат может меняться. Но здесь стоит единичный оператор, поэтому мы можем написать это как а минус м и на а плюс м и на z равняется нулю. Итак, теперь рассмотрим два случая. если а плюс м и на z этот я обозначу у равняется нулю и второй случай а плюс м у не равняется нулю. результат действия на z вот этого оператора. Если это нуль, то z это собственный вектор какого оператора? az плюс m z равняется нулю. То есть az равняется минус mz. z помните по условию не нулю. Значит, это собственный вектор оператора a, соответствующий собственному значению минус m. А если же u не равняется нулю, то u это собственный вектор оператора a, соответствующий собственному значению m. Еще раз повторяю, если u ноль это означает, что выполняется это равенство, z то не ноль, не нулевой элемент, то z собственный вектор оператора a, соответствующий собственному значению минус m. А если u не ноль, то u собственный вектор оператора а, соответствующий собственному значению m. Итак, лемма доказана, а теперь мы переходим к доказательству, за оставшиеся 3 минуты я докажу основную теорему Курса. Одна из основных теорем Курса – это теорема следующая. Самосопряженный, вполне непрерывный оператор А, действующий в бесконечно мерном эвклидовом пространстве Е, Е равняется АШБ, обладает собственным вектором, соответствующим собственному значению, модуль которого равняется норме оператора А. Курса обладает самосопряженный, вполне непрерывный оператор, обладает собственным вектором, собственное значение – это по модуле равняется норме А. Доказательство – произнесение одной фразы. По лемме-2 такой оператор обладает максимальным вектором. По лемме-3 максимальный вектор – это собственный вектор оператора А в квадрате, соответствующий собственному значению норма А в квадрате. А по лемме-4 тогда у оператора А есть собственное значение, вот такое, ну и собственный вектор. Итак, после доказательства Лем, еще раз повторяю доказательства теоремы. По лемме-2 у такого оператора есть максимальный вектор, по лемме-3 максимальный вектор – это собственный вектор А в квадрате, с собственным значением здесь квадрат стоит. Ну а по лемме-4 как раз получается доказательство теоремы. Так, к сожалению, следствие из этой теоремы я рассказать не успею, но я еще раз напоминаю, что я готов давать консультации еженедельно. Поэтому если у кого-то появились вопросы, то у вас впереди обеденный перерыв. Вот, поэтому можно подойти и задать вопросы, я с удовольствием на вопросы отвечу. Ну а на сегодня все, спасибо большое. Спасибо.